Будем говорить далее о первом съезде народных депутатов Российской Федерации, в котором принимают участие ныне законно избранные представители народа Российской Федерации, как прибывшие из РФ, так и находящиеся в изгнании и не запятнившие себя сотрудничеством с путинской диктатурой со участием ее преступления. По крайней мере, так говорится, на сайте этого съезда, на котором уже опубликовано несколько документов, которые сейчас уже голосуются представителями вот этого съезда, и напомню, что народные депутаты 90-х, нулевых годов намерены создать временный орган власти, который будет наделен легитимностью, это как раз в польском селе Яблонно, он находится в Мазовецком воеводстве к северо-востоку от Варшавы, как раз и проводится первый съезд нардепов Российской Федерации. Собрались тех, еще напоминаю, кто оппонирует действующему российскому режиму, а на месте сейчас работает журналистка Наталья Малышко. Наталья, здравствуйте, приветствуем вас в эфире, Фридом. Хочется детали узнать о том, о делегатах, о первых решениях, о спорах, ведь уже сказали, что споры были непосредственно на первом съезде. Вам слово. Приветствую коллеги, давайте обо всем по порядку. Съезд российской оппозиции проходит в пригороде Варшавы, как вы отметили, в Кея Яблона, место знаковое, в 89-м году здесь, во дворце Академии наук, где мы находимся, был проведен так называемый круглый стол, переговоры тогдашней польской власти, и оппозиции стали началом демонтажа тоталитарной системы и вернули Польше демократию. Российские оппозиционеры проводят эти исторические параллели и также намерены составить план по свержению тоталитарного путинского режима. Планируется принять ряд документов и решений. Одно из них это создание альтернативного парламента, который по задумке инициаторов должен взять власть в свои руки и в переходном периоде постпутинской России продолжить работу. Кто может возглавить эту инициативу и как этот орган будет работать? Эти вопросы я адресовала соорганизатору съезда Елене Лукьяновой, российскому юристу и политическому деятелю. Что ответила? Давайте послушаем. Мы все время хотим увидеть абсолютного лидера. Почему он не может быть коллегиальным? Это раз. Кто сюда войдет? Все те люди, которые имеют легитимность за последние 30 лет российской истории. Те, которые были избраны в какой-либо представительный орган на территории Российской Федерации. Любой человек, у которого был представительный мандат. Что должен сделать этот орган? Он должен в случае, когда внезапно наступит смена власти, быть готовым к тому, что пакет первоочередных решений будет готов. В том числе вплоть до поправок Конституции, вплоть до закона о выборах. Делегаты съезда планируют принять обращение и призывают других оппозиционеров присоединиться к их деятельности и вместе побороть путинский режим. Тут следует отметить, что идея объединить усилия и свергнуть режим в российской оппозиции далеко не нова. Во время заседания Национальной Ассамблеи, Координационного Совета, на форуме «Свободная Россия» и теперь во время съезда народных депутатов в Польше. Однако ныне речь не только об идеях, но и о методах. По итогам съезда планируется принять акт национального сопротивления. В нем речь идет о том, что коль мирной смены власти в нынешней России Путина не получается, необходимо силовое сопротивление. Как это будет происходить? Кто будет этим руководить? И когда же это все начнется на все эти вопросы? Мне отвечал Илья Пономарев, организатор съезда из депутата Госдумы России 5-6 СССР. Давайте послушаем. Что касается тех решений, которые принимает съезд, то я еще раз подчеркну, что съезд это законодательный орган. И поэтому мы принимаем этот самый акт национальном сопротивлении для того, чтобы сказать, что мы считаем правильным или неправильным. Потому что в том числе в российской оппозиции есть большая дискуссия относительно того, насколько допустимы силовые методы. Но здесь в общем собрались люди, которые понимают, что мы находимся на войне. И на войне стреляют и убивают. И на войне надо оказывать сопротивление. Уже постоянно происходят партизанские действия на территории России. А на территории Украины приезжают россияне для того, чтобы воевать вместе с ВСУ в составе ВСУ против путинской агрессии. И количество таких людей непрерывно возрастает. Сейчас в Украине воюют около 4 тысяч россиян, которые вместе с украинцами проливают кровь и борются с нашествием. Итоговым документом съезда станет декларация. Я ознакомилась с ее рабочей версией. И если говорить о концепции, то главным месседжем документа в том, что российская оппозиция против всего плохого и за все хорошее. То есть против Путина, террора, войны и за свободу, народ, демократию, мир в Украине, деоккупацию наших украинских территорий и выплату репараций. Ну что же, лозунги ясны, цели понятны. Главный вопрос, как это все будет реализовано. Надеемся получить ответ на этот вопрос в том числе по итогам съезда российской оппозиции. Он, напомню, продлится еще два дня в Польше. О результатах обязательно проинформируем всех. Коллеги, вам слово. Наталья, спасибо огромное. Напомню, с нами на связи была Наталья Малышко из Польши, где проходит первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Избранных депутатов, те, которые не поддерживают диктатуру Владимира Путина, абсолютно согласен с Натальей о том, что после 7 ноября, когда и заканчивается первый съезд народных депутатов Российской Федерации, мир узнает о том, какая оппозиция, оппозиции Российской Федерации. Как мне кажется, один из главных вопросов, кроме недекларативных решений о непосредственных действиях, это еще легитимность подобного съезда. Это насколько подобные народные депутаты, которые собраны ныне в Яблоне, под Варшавой, они являются легитимными для представителей, для граждан Российской Федерации, исходя из того, что были избраны они россиянами, там, кто-то 5 лет тому назад, кто-то 10 лет тому назад, кто-то больше. На самом деле представителем является Первый Госдума Российской Федерации, насколько вот остаточная легитимность, как в нашем эфире говорил Александр Яковенко, буквально 4 ноября. Эта тема также звучала в нашем эфире. Если желание у вас есть ознакомиться, заходите на наш YouTube-канал Freedom.Mnение. Мы говорили в том числе о том, как эта легитимность может работать сейчас на участников съезда народных депутатов Российской Федерации, почему там находится в том числе экс-советник Владимира Путина, господин Ларионов, какое мнение он имеет по этому отношению, как формируется альтернативное правительство, альтернативный парламент. Вот ныне перед эфиром ознакомливались с трансляцией съезда, были вопросы больше регламентные, организационные, если так можно сказать, среди представителей этого съезда. Похожа работа, наверное, частично на работу Госдумы Российской Федерации. В комментариях писали, что, ну вот, видите, здесь есть плюрализм мнения. Можно, скажем так, спорить, дискутировать. В Российской Госдуме все происходит по-другому. Ну, вышел, рассказал, ушел. Вышел, рассказал, ушел, единороссы поаплодировали вместе с представителями КПРов, другими фракциями. И на этом, собственно, работа закончена, выступление. Даже во время регламентной работы между участниками съезда проходила дискуссия. Дискуссия ведет, как мы знаем, к хоть какому-то решению, точно не единоличному, который в России спускается четко с Кремля, от Владимира Путина, либо же его представителей. Ну, участники съезда определенные намерения уже озвучили, что в Польше есть вероятность, что будет сформирован российский парламент переходного периода. Я зацитирую. Вот мы, народные депутаты 90-х, нулевых годов, намерены создать временный орган власти, который будет наделен легитимностью. На самом деле это очень интересно, очень важно, потому что часть из этих людей, которые сегодня участников съезда, на самом деле, они же даже проживают сейчас не на территории Российской Федерации. Вроде бы такая деталь, но насколько они, и вот этот российский парламент переходного периода сможет действовать на определенные процессы, потому что мы немножечко смотрели трансляцию, несколько моментов, они говорили о том, что будут предлагать альтернативные законопроекты. Но мы же понимаем, что одно дело, ну, принять, проголосовать за такие альтернативные законопроекты, насколько же они будут иметь даже нелегитимность, но воздействие на процессы в самой Российской Федерации здесь и сейчас, это уже тоже вопрос, потому что мы же понимаем, что на самом деле Госдума продолжает и работает тоже на территории Российской Федерации и принимает законодательную базу, по которой сегодня и живет Российская Федерация. На самом деле... Ни Госдума, ни президент нынешней Российской Федерации, все они работают незаконно. И те выборы, которые проходили годами ранее, они просто должны признаться нелегитимными. В принципе, часть мира признала уже такие выборы нелегитимными. Они проводились, еще раз, на украинских территориях незаконно, после процесса паспортизации граждан Украины, Российской Федерации. Но, что важно, начало подобного процесса, этот первый съезд, несмотря на дискуссии, несмотря на вопросы о легитимности и многом-многом другом, это уже, наверное, первый шаг к консенсусу оппозиции Российской Федерации, к вынесению определенных решений, к решению тому, как будет заполняться вакуум власти в послепутинской России. И это очень важно, как по мне, потому что до того было несколько форумов, где, наверное, можно так сказать, были более декларативные решения, осуждения Российской Федерации непосредственно Владимира Путина, как главы страны-террористов в их решениях. Тут же создается вот такой пленариум, если так можно сказать, создается целый альтернативный парламент, к которому в будущем, возможно, может обращаться и представители других государств, в том числе Украина, может проводить, возможно, опять-таки, это вопросы уже к представителям Офиса Президента Украины, Украинского парламента и других органов коллегиальных, а не только украинских, но это тот орган, который сейчас создается в Яблоне, с которым, возможно, уже можно будет вести определенные переговоры о будущем Российской Федерации. Об этом в том числе говорил и Илья Пономарев, один из участников оргкомитета, человек, который, собственно, презентовал подобные документы, подобные съезды в своих социальных сетях. Это очень важно, как мне кажется. Мы будем следить, и вот тот же Илья Пономарева, о котором сейчас мы с вами уже и говорили, и говорим, он сказал, что отличие от и съезда «Свободная Россия», и форума, точнее, на самом деле, очень колоссально, потому что все-таки то были дискуссионные клубы, где встречались, обсуждали, говорили, и, как сказал Илья, что время разговоров закончилось. Следим, следим за тем, как будут развиваться события, за тем, что будет озвучено, какие результаты будут. Обязательно в информационном марафоне на телеканале «Фридом» вы узнаете первыми. Ну и еще, обратим внимание, интернет-страница «Съезда народных депутатов» уже есть несколько и проектов, рабочих документов. В частности, вот фрагмент из проекта «Учредительной декларации Международного антиавторитарного союза». Мы признаем войну, развязанную путинским правительством России против Украины, империалистической, и будем оказывать все формы содействия Украине с целью восстановления ее территориальной целостности, наказания виновных как военных преступников и организации послевоенного восстановления страны. Мы считаем действующий кремлевский режим одним из основных спонсоров авторитаризма и империализма на постсоветском пространстве и во всем мире, и будем бороться с целью ее скорейшего низвержения из проекта «Учредительной декларации Международного антиавторитарного союза».